Был коронован при поддержке деда Хасана, вор в законе Ислам Большой. В настоящий момент нередко в биографии законников, особенно выходца в Чечни и Грузии, появляется статья 228. Погубная привычка не только не позволяет им построить свою криминальную карьеру, но и способствует тому, что зависимое время от времени оказывается на скамье подсудимых. Так произошло и с Исламом Большим, который сначала подавал большие надежды, а потом пошел не по тому пути. Биография Дельгиреев Ислам Хасанович появился на свет 19 сентября 1975 года в город Грозный. Как проходило его детство и молодость уже неизвестно, скорее всего, он вел преступный образ жизни и налаживал связи с представителями криминального мира. Впервые информация о нем появилась только 1 июля 2013 года, когда состоялась сходка, на которой он был коронован в вор и в законе. На тот момент ему уже исполнилось 38 лет. Бытует мнение, что к этому моменту у него уже было множество надежных покровителей, а одним из них стал Дед Хасан. После этого события он обосновался в центре Москвы, и основной его деятельностью стало посещение сходок, на которых решали важные криминальные вопросы. Стоит учесть, что, несмотря на то, что он едва успел стать законником, его голос имел большое значение. Проблема уже вскоре появилась с информацией о том, что вор в законе, известный по прозвищу Ислам Большой, стал сильно привязан к наркотическим средствам. Во время одной из сходок его задержали вместе с приятелями правоохранительные органы, и нашли в его личных вещах героин. На первый раз наказание ему удалось избежать. После пояснительной беседы он сразу же был отпущен на свободу. Но, вскоре ситуация повторилась вновь в сентябре 2014 года, и Дельгиреев отмечал свое день рождения в одном из бильярдных клубов. Во время веселья к трем приятелям с целью профилактики подошли сотрудники правоохранительных органов и устроили обыск. У чеченского вора в законе вновь обнаружили наркотическое средство, что в очередной раз стало поводом для его задержания. Три месяца спустя суд города Москва приговорил его к одному году условного срока. Но, этот вид наказания оказался для Ислама Большого бездейственным. В марте 2015 года ситуация повторилась. Его вновь задержали во время отдыха в одном из местных ресторанов. На этот раз столичный суд его также приговорил к одному году лишению свободы, но отбывать наказание уже пришлось в тюремной камере. Вышел на свободу он в марте 2016 года. Что с ним сейчас в настоящий момент Ислам и Дельгиреев находятся на свободе. Не так давно в Чечне рассматривалось несколько кандидатур на то, кто сможет быть назначен на пост смотрящего и среди них Ислам Большой оказался самым достойным вором в законе. Но, позже выяснилось, что не даст ему полноценно справляться с доверенной работой. Его кандидатура практически сразу же была отклонена и в настоящее время рассматриваются другие законники, которые могли бы стать смотрящим. Подпишитесь на канал. Ставьте лайки. Спасибо за внимание. Если статья пришлась вам по душе, то палец вверх. Всего вам наилучшего. Благодарность всем дочитавшим. Также советую всем подписаться на канал. Кстати, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.